Здравствуйте! В эфире Актуальное интервью в студии Кристина Алексеева. Сегодня поговорим о патриотическом воспитании детей в крае. Зачем ставропольским школьникам играть в зорницу, что делает движение юнармия и почему сегодня в школах важно еженедельно петь гимн страны и поднимать флаг России. Об этом мы не только расскажем в студии. У нас в гостях Евгения Пинская, начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Министерства образования Ставропольского края. Евгения Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина! У нас программа Актуальное интервью. Такой вопрос. Насколько актуально патриотическое воспитание сегодня? Почему эта тема так важна? Ну, вот, знаете, ключевая фраза, наверное, вы говорите сегодня. Но хочется сказать о том, что ведь патриотическое воспитание, оно было актуально всегда. И понималось, собственно, патриотическое воспитание не узко, как, может быть, некоторые привыкли мыслить, а вот на самом деле достаточно широко. Патриот своей страны, патриот своей родины, патриот своего дела, патриот своей школы, патриот своего края и так далее. Мы можем перечислять абсолютно разные вот такие эпитеты, которые наделяют, да, вот компонент патриотического воспитания. Но на самом деле, если говорить об образовательном комплексе края, то патриотическое воспитание – это такой значимый, важный элемент всей системы воспитания. Потому что у нас программа воспитания в школах, в детских садах, в дошкольных учреждениях, в колледжах, то есть, как мы говорим, в профессиональных образовательных организациях, в вузах. Она вот идёт и начинается, собственно, с самого начала, как я уже сказала, с детского сада. Вообще, она берёт, наверное, своё начало, вот эта система патриотического воспитания из семьи. Почему это актуально? Потому что важно с самых малых лет прививать ребёнку чувство долга, чувство собственного достоинства, чувство знания, истории своей страны, корней своих предков, корней своей семьи и так далее. Поэтому вот если говорить вот так широко и общо, то на самом деле система и внедрение патриотического воспитания, она была всегда. И сейчас она просто принимает немного, не то что другой окрас, да, а приобретает немного другое звучание. Почему? Потому что на уровне правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, вот как раз-таки благодаря появлению проекта, федерального проекта патриотического воспитания, и выстроена не то что немного другая модель, но выстроена системная работа, внедрение в дошкольные учреждения, в общеобразовательные учреждения, уже в учреждения, где учатся студенты. Вот этот элемент как раз-таки патриотического воспитания. Почему? Потому что когда на федеральном уровне были внесены поправки в закон об образовании, о внедрении программ воспитания, то при принятии программы воспитания участвовали все, однозначно участники образовательного процесса. То есть была построена, да, вот типовая программа была разработана, и на основании вот этой типовой программы детский сад разрабатывал свою программу, школа свою программу, профорганизация свою, вуз и так далее. И как раз-таки вот такой системный подход, где выделяется особая роль патриотическому воспитанию, вот на сегодня вот и приобретает вот такое актуальное звучание. Ну а если говорить об образовательном комплексе Ставропольского края, то патриотическое воспитание у нас развивалось, развивается и будет развиваться. И такой показательный, да, результат, показатель нашей работы в данном направлении. И мы считаем, что это такая, ну, выполненная задача, которая поставлена была перед нами и правительством края, и Министерством просвещения Российской Федерации на предмет того, что у нас шестой раз Ставропольский край занимает почетное призовое место, когда комиссионно приезжают, смотрят регионы и оценивают патриотическую повестку, как она реализуется. И когда мы являемся победителями в шестой раз, я повторюсь, то это, конечно, отрадно, я много не говорю. Показательная активная деятельность. То есть она система, которая сформировалась благодаря нашим ребятам, школьникам, да, и дошколятам, которые активно вовлекаются, которые участвуют в нашей игре «Зорничка», которую активно принимают, то есть они с удовольствием там участвуют. Мы ведь получаем отзывы и от самих детей, и от родителей, и от педагогов, когда мы понимаем, что эта повестка для детей интересна. Поэтому вот об актуальности, наверное, и стоит говорить, когда есть такие показатели. То есть она интересна, эта повестка нашим детям. То есть мы говорим с вами сегодня и будем о многих ваших мероприятиях говорить в контексте того, что это не только важно стране, не только важно министерству образования как основной задачей проведения этих мероприятий. Это важно самим ребятам, потому что им это нравится, это интересно. Сегодня наверняка вы подтвердите, участие в этих всех мероприятиях, акциях, это почетно для наших школьников, для студентов. Активно ли участвуют? И давайте, наверное, о самых известных мероприятиях, которые вы проводите. Ну вот если говорить об известных, да, то всем известная игра «Зорница». Да, лидер. Да, лидер такой, они все знают, «Зорничники» всегда. Я уже ранее сказала о том, что даже дошколята у нас... Я вспоминаю, что, честно, я сама играла в «Зорнице» еще в школе. То есть опыт есть, опыт есть. То есть вы понимаете, о чем мы говорим. Когда они приходят, пробуют солдатскую кашу, когда они разрабатывают какие-то конкурсы, то есть когда пробуют это, песни учат патриотические, да, когда они пробуют это все самостоятельно, на вкус. И когда уже в школе осознанно ребята приходят, участвуют в «Зорнице», и даже хочется отметить, почему это востребовано. Когда были ковидные мероприятия, ковидные ограничения, мы не останавливали эту работу. Мы традиционно запускали, то есть включались активно и на школьном уровне, и на муниципальном уровне, и уже потом на краевом уровне, когда мы регионально проводим. Традиционно у нас выигрывают победители. И когда мы приезжаем и участвуем в церемонии награждения, мы понимаем, насколько для ребят это важно. Кроме того, у нас из таких широко известных – это вахта памяти. Да, когда как раз-таки участвуют наши дети, когда централизованно идут в поход, турия до границ, месячники оборонно-массовой работы, какие-то мероприятия, которые складываются из программы воспитания в план. Почему говорю? Ну, не то, что какие-то, да, а их много названий. Ну, это традиционно те мероприятия, которые подчинены и призваны для того, чтобы честовать героев Отечества. В преддверии 23 февраля в комплексе «Края» тоже проводится ряд мероприятий, которые посвящены этой теме. И на самом деле, вот, ну, наверное, привычно как бы считать, да, что многие мероприятия проводятся в преддверии 9 мая, да, вот, победы, празднования Великой Победы. Нет. На самом деле это настолько комплексная работа, она круглогодичная. Да, и на самом деле мероприятия, праздники, вот такие памятные даты, они, в принципе, идут круглый год, мне кажется, и там освобождение разных территорий, не только города, разных сетей. Да, разных муниципалитетов, края, да, от захватчиков. Это тоже отводится в образовательные повестки. То есть дети помнят об этом, устраивают конкурсы, устраивают классные часы, то есть приглашают ветеранов боевых действий. Важно, что еще наверняка в каждом муниципалитете есть свои герои, земляки. Свои герои, земляки. Это востребовано, да. То есть это востребовано не только в преддверии майских мероприятий. Это и февральская история, и, то есть в апреле мы уже начинаем готовиться к переходу Туриаде, да, и краевым юноармейским играм. Мы тоже их проводим как раз-таки в рамках мероприятий, которые посвящены вовлечению детей в юноармейское движение. Это тоже востребовано. Это вот одна из таких составляющих реализации патриотической повестки. Почему? Потому что программа воспитания – это то, что, собственно, регулирует это направление в школе, когда разрабатывается план по ее реализации, а уже вовлечение в юноармейское движение, вовлечение детей в мероприятия, в том числе гражданско-патриотического характера. Не просто патриотического. Почему? Потому что, как мы уже проговорили с вами в начале разговора, ведь патриотическое направление, оно настолько широкое, что вот если говорить о, допустим, только юноармейском движении, то это одна из частей вот такой многокомпонентной системы, которая дает возможность реализовать вот патриотическое направление в школах. То есть, ну, это, наверное, вот так должно звучать. Ну, и наверняка все равно патриотическое образование, оно идет в комплексе с такими форматами работы, когда приходят, помогают старшему поколению. Это ведь тоже любовь к своей родине, малой родине. Выходят на экскурсию в музей, наслаждаются природой родного уголка, края города, знакомятся с достопримечательностями. Это все сегодня важно. И раз уж вы заговорили об юноармии, действительно, это тоже движение, которое у всех на слуху. Мы видим школьников в юноармейской форме, отличаемых. Это неяркие и красные, и синие наряды. То есть, это такая уже патриотическая школьная элита, наверное, нашего края. Да, а вы знаете, вот вы правильно подчеркнули, что это дети, которые в первую очередь выбрали для себя. Почему? Потому что в юноармейские ряды вступают только на добровольной основе. Это дети в возрасте, начиная с 11 до 18 лет, они сами принимают добровольное решение о том, что они будут юноармейцами. Естественно, этому движению уделяется большое внимание. Это была инициатива Министерства обороны, она поддержана. И у нас в крае активно развивается. И если для сравнения, то есть когда оно только начиналось, то есть мы стояли у самих истоков, то, собственно, там были показатели. 5 тысяч школьников, допустим, там, да, дальше 7 и так далее. А сейчас для сравнения, если по итогам первого полугодия 22 года у нас было вовлечено и стали юноармейцами 23 тысячи школьников, то итог 22 года уже показал, что это 32 тысячи школьников. То есть и мы понимаем, что с учётом добровольности, участия в этом юноармейском движении, мы понимаем, что это детям интересно. Они идут. Ведь на самом деле юноармейское движение – это не только вот они юноармейцы, да, и занимаются чем-то узким каким-то. У них есть и своя студия, у них есть и свой медиа-центр. Они активно вовлечены и в другие мероприятия, которые идут под проектом, под эгидой «Навигаторы детства». То есть когда мы развиваем проект советников по воспитанию, юноармейцы туда активно привлекаются. У нас очень активно вовлекаются юноармейцы в работу с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И это у нас вот такой уникальный опыт, можно сказать, когда мы, благодаря существованию в нашем крае центров «Авангард», у нас есть региональный центр, он создан на базе нашего центра дополнительного образования в городе Пятигорске, на базе Машука. И вот там мы проводим ежегодно, уже два года мы отработали эту историю, мы проводим профильные смены. Для детей они так и называются юноармейской направленности «Семь дней в армии». Когда, собственно, дети приезжают, это не только юноармейцы, это юноармейцы, это лидеры, зорничники, и в том числе это дети, которые находятся в социально опасном положении. То есть это, ну, наверное, скажу такое сленговое слово, да, это некий микс, когда мы с детьми разного, да, вот, то есть лидеры, юноармейцы, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, просто ученическое самоправление, активные школьники, когда они приезжают, и семь дней бок о бок они там не просто отдыхают, как, допустим, в летний период, да, приезжают на отдых дети, а они там работают, с ними работают психологи, с ними работают социологи, с ними работают общественники, к ним приезжают и показывают, и делятся своим опытом, знаниями и навыками военные, которые находятся в отставке. Они там участвуют активно в сборах, вот, в этих юноармейских, когда они могут увидеть, как друг другу подставить плечо, когда воспитывается чувство локтя, когда они понимают, что они работают в команде. И вот почему я сказала о том, что уникальный опыт, и мы видим результат, потому что таких смен было три в этом году, и после проведения трех смен у нас те дети, которые были в социально опасном положении, они стали командирами отрядов. То есть и мы понимаем, что это та среда, которая социализирует детей, которая вот закаляет их, учит быть в команде и показывает вот, ну, такую другую обратную сторону жизни, в которой они могут себя реализовать. Они помогают социализироваться, наверное, в этих случаях. Да, это социализация, это определенная социализация, и на самом деле это такой некий импульс для тех детей, которые когда-то оступились, да, по разным причинам. Разные истории могут быть у детей, которые вот стали, да, на вот такой конфликт с законом. И мы видим, что они понимают, что есть другая сторона, и дети об этом говорят. И подтверждается это теми исследованиями, которые мы проводим с ними, когда есть входной контроль и есть итоговый контроль, когда они уже уезжают, и мы видим совершенно другие результаты. Поэтому вот это такой некий тоже уникальный опыт. И это тоже одна из моделей и вот таких частичек, да, патриотического воспитания, когда и эта сторона затрагивается. Если мы сегодня говорим о развитии регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», то по итогам прошедшего 2022 года можно ли сказать, что удалось в полной мере все планы реализовать? И какие цели, задачи на этот год себе поставили? Да, можно сказать о том, что все показатели регионального проекта, который выступает одноименным в рамках федерального проекта, они достигнуты. Достигнуты на 100%. Из показателей это внедрение программ воспитания. У нас во всех школах края внедрены показатели воспитания, программы воспитания. У нас во всех школах реализован уже проект «Навигаторы детства», о котором я говорила, да. То есть это работают советники по воспитанию в школах, которые тоже транслируют очень активно повестку патриотического воспитания. Кроме того, с 1 сентября этого учебного года у нас 541 организация образовательная оснащена символами Российской Федерации «Геральдикой». То есть это тоже в рамках реализации проекта, регионального проекта. Для оснащения символами из федерального бюджета выделялось финансирование для того, чтобы все школы и края были оснащены. Поэтому эти показатели выполнены, и они продолжают развиваться, реализовываться. И вовлечение в систему патриотического воспитания также. То есть нельзя говорить о том, что у нас какие-то мероприятия иногда проводятся, или проводим мы раз в год и потом забываем. Нет. Это мероприятия, которые из года в год включены в программу, которые востребованы, которые из года в год совершенствуются. Как я уже сказала, это из Орница в мае мы проводим. Уже мы начали подготовительную историю. Вот активно у нас в фазе месячник обороны спортивной направленности тоже проводится. Готовимся к краевым юноармейским играм, к слету Отечества, к вахте памяти и так далее. То есть вот это все, что ложится в повестку реализации регионального проекта. Финансирование откуда идет на развитие именно патриотического движения детей в нашем крае? Ну, это, как я уже сказала, если оснащение символикой, то это были предусмотрены средства из федерального бюджета. Что касается остального наполнения, то это краевой бюджет. То есть у нас поддерживается правительством края эта повестка. Выделяются финансирования и на проведение краевых юноармейских смен, и профильных смен. И в летний период мы проводим. Очень много у нас загородных организаций, которые проводят как раз-таки смены, направленные на патриотическое воспитание. Включая в том числе гражданское, спортивное направление. Но все это идет под эгидой патриотизма. На самом деле соглашусь с вами, что все эти мероприятия, они действительно включены в основной образовательный процесс и проходят в течение всего года. И мы также знаем, что каждую неделю все школы нашего края, все классы поют гимн, говорят о главном, о важном, вспоминают своих героев, земляков и так далее. Вот поднимают флаг, изучают символику. Для чего это все нужно? Ну вот, знаете, Кристина, это элемент патриотического воспитания. Это когда вот на такой системной основе, да, школьники погружаются в среду. Среду, которая для них, она понятна. Это ранее в школах края тоже было. Но вот сейчас это приобрело вот такой обязательный формат, да, обязательный элемент образовательного пространства, когда дети знают, что у них начинается, на самом деле, министерство стоит, ну вот, на такой, знаете, наверное, можно сказать, уверенной позиции о том, что это необходимо проводить с детьми такие мероприятия. Почему? Потому что благодаря той системе, которая создается, дети учат гимн, знают, как выглядит символика, понимают пространство, какое место занимает, да, их страна, в том числе на мировой арене. Они учатся любить, они учатся понимать, что такое патриотизм вот в таком широком, ну, наверное, человеческом понимании. Мы сегодня говорим много о том, что всё равно, помимо того, что эти все знания дети получают в школах, в вузах, в средних учебных заведениях, важно то, что идёт из семьи. Вот ведётся ли какая-то работа с родителями, может быть, семейные какие-то встречи, уроки и так далее, информирование родителей? Да, у нас есть проект, который мы реализуем на уровне министерства, ну, соответственно, со всеми муниципалитетами края. Это родительский университет, мы его называем, либо Краевой университет педагогических знаний для родителей. И вот, собственно, мы приглашаем для открытого такого диалога родителей на обратную связь, когда, естественно, не только эта повестка рассматривается, да, мы совершенно разные вопросы, когда проводим мониторинг и видим, какая, допустим, тема будет актуальна. И, безусловно, мы с родителями разговариваем о том, что как вообще? Ведь духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, оно вот такое состоит из нескольких позиций. Когда ребёнку говорят в семье, говорят в школе и когда, ну, говорят в окружении, да. И, собственно, мы понимаем, что однозначный пример – это, в первую очередь, родители. Вы правильно сказали. Да, как говорится, если хочешь чему-то научить ребёнка, просто займись собой. Начни с себя. Поэтому, да, у нас этому уделяется также внимание, когда мы встречаемся с родителями и привлекаем специалистов для того, чтобы специалисты просто рассказали родителям о том, как формировать ответственное родительство, как учить любить ребёнка, то есть как воспитывать его, как если вдруг сложится такая ситуация, когда необходима помощь, куда обращаться, какие специалисты существуют. То есть это всё проводится с родителями. Ну и, безусловно, в школах края никто не отменял проведение родительских собраний, родительских сообществ, когда они приходят и общаются на актуальные повестки. Спасибо большое, Евгения Николаевна. Мне кажется, мы сегодня с вами рассмотрели вопрос патриотического воспитания с разных сторон. И самих детей, родителей, школы и даже Министерства образования нашего края. Благодарю вас за визит в нашу студию. Желаем успехов. Благодарим за такое важное, нужное дело, которое вы делаете каждый день для подрастающего поколения нашего края. Спасибо, Кристина. Сегодня поговорили о патриотическом воспитании детей на Ставрополе и зачем ставропольским школьникам играть в зорницу, что делает движение юнармия и почему сегодня в школах важно еженедельно петь гимн страны и поднимать флаг России, мы узнали. В студии в гостях у нас была Евгения Пинская, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Министерства образования Ставропольского края. Вы смотрели актуальное интервью. С вами была я, Кристина Алексеева. Ну а теперь не переключайтесь, оставайтесь на своем. Субтитры создавал DimaTorzok